Депутаты против жилфонда. Коммунальщики предлагают передать новой муниципальной управляющей компании около 500 домов с низкой рентабельностью. А народные избранники такое меркантильное поведение считают непорядочным. Что думают жители домов, узнавал Горгий Аргян. Мы сами вот своими силами что можем, то делаем. А как пойдешь туда, то со слезами, то со всеми. Жить в этом доме все равно, что испытывать судьбу на прочность. Последний раз ремонт на Энгельса-1 был 30 лет назад. Люди говорят, любое неловкое движение и трагедия. О, у нас потолок подпертый, палка стоит наверху. Чтоб не пал. Кому-нибудь надо его. Дети же носятся. Данная взрослая может убежать, отвернуть, а ребенок не успеет. Жители видят работников жилфонда в основном по телевизору. Коммунальщики сторонятся дома, с которого нечего взять. По сути, у людей здесь никаких удобств нет. Даже за холодной водой приходится спускаться на улицу к этой колонке. В жилфонде говорят, что жители дома платят 2600 рублей за коммунальные услуги в месяц. На всех. Правда, их общий долг составляет 10 тысяч рублей. Этот и еще 485 домов для жилфонда нерентабельны. Более половины квартиры в них муниципальные. Поэтому коммунальщики написали открытое письмо в администрацию города. Предлагают муниципалитету либо помочь собрать с людей деньги, а это более 600 миллионов рублей, либо передать эти дома на баланс новой муниципальной управляющей компании. Дома убыточные, а мы их обязаны содержать согласно договору управления. Мы не отказываемся содержать, но им не хватает средств, их нужно ремонтировать. Программа под снос есть? Дома эти не попали. Программа региональная появилась? Региональный оператор капремонта. Из 122 домов туда всего 16 попадает. Как быть с остальными домами? Жилфонд уже ставит палки в колеса муниципальной управляющей компании, считает депутат горсовета Александр Глесков. Убивает сразу двух зайцев, новому конкуренту передает бедные дома, а себе оставляет успешные. Но главное, компания в этой ситуации некрасиво ведет себя по отношению к людям. По сути монополист, основной участник рынка, вот таким образом к жителям проявляет свое отношение. Вот вас я буду обслуживать, потому что у вас больше денег я с дома собираю. А вас я не хочу обслуживать, потому что меньше денег собираю. Муниципальная управляющая компания начнет работать уже в апреле. Правда, жителям дома по адресу Энгельса 1 от этого не легче. В то, что что-то изменится к лучшему, они не верят. Горгий Аргян, Сергей Раков, 7 канал Новости 24. На второй этап.